Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Снова мы на финансовых рынках и продолжаем разбирать ключевые фундаментальные события, влияющие на динамику финансовых активов. Сегодня традиционный для понедельника вебинар, правильный понедельник, где мы поговорим о основных новостных триггерах прошлой недели, то есть для тех, кому важен фундамент, с большим удовольствием. Друзья, вас всех приглашаю в 16.30 по московскому времени. Также, если нет возможности присутствовать онлайн, ничего страшного, мы запись тут же добавим на наш канал, она будет актуальна в течение всей недели. Ну что же, давайте поговорим о том, что у нас впереди и что сейчас является самым интересным обсуждаемым. Безусловно, нефтянка, которая показала ралли просто чудовищных масштабов. Сначала открытие понедельника вы видели рост больше, чем на 10%. Сейчас котировки по бренду 66.28, друзья. И, честно говоря, глядя на эти уровни, я даже рад тому, что на прошлой неделе, несмотря, опять же, на хорошие возможности для того, чтобы снова занять короткие позиции, я решил повременить и немного отложил, опять же, демонстрацию активности со своей стороны. Почему нефть так сильно раллировала сегодня с открытия недели? Это все о следствии инцидента очередного на Ближнем Востоке, атака дронов на нефтяную инфраструктуру, ряд нефтеперерабатывающих заводов государственной корпорации Саудовской Аравии, Сауди. Рамка в результате чего производство нефти, можно сказать, в Саудовской Аравии просело вдвое, больше, чем на 5 миллионов баррелей в сутки. И как только этот инцидент стал достоянием общественности, тут же на рынок лынули прежние опасения, обычно связанные с любым новостным фоном с Ближнего Востока, опасения за перебои поставок на мировые рынки нефти. И действительно, то, что произошло в плане инцидента, это угроза перебоя поставок на, скажем, международную арену, если говорить конкретно по цифрам, то эти недопоставки могут превысить даже 5%. Это очень и очень много, поэтому паника в моменте с открытия проявила себя во всей красе, поэтому мы видели и гэпы, ценовые разрывы, то есть, поэтому очевидно, что инициатива перешла к покупателям. То, что последовал откат, это, опять же, следствие того, что все прекрасно понимают, что инфраструктуру восстановят. И Сауди Аранко, в принципе, уже отметила, что постарается свести к минимуму сокращение добычи до конца уже текущей торговой сессии за счет задействования каких-то резервных мощностей. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть на цифрах. Также Соединенные Штаты Америки сообщили о том, что лично Трамп, они раскупорили стратегические запасы для того, чтобы немного снизить вот этот риск и угрозу недопоставок на глобальный рынок. То есть, американская нефть теперь будет поставляться в больших объемах на международные рынки. Друзья, я думаю, что прочий новостной фон, в принципе, уже совершенно не важен. Если вам интересна тема, как это произошло, кто в этом виноват, ну, наверняка вы, наверное, уже слышали обвинения тех же самых США в адресе Ирана. Опять же, очень сильно не стыкуется эта тема с новостным фоном конца прошлой недели, когда после отставки Джоном Волтона мы реально говорили о том, что между США и Ираном наконец-таки вырисовываются какие-то перспективы для диалога. Сейчас вроде бы как уже и нет. США обвинили в происходящем, в произошедшем Иран, даже несмотря на то, что еминские хусиды уже взяли на себя ответственность за то, что случилось. Ну и для, скажем, почвы рассуждения хочу напомнить вам, друзья, что очень странно вообще выглядит эта ситуация, в которой сейчас фигурирует Саудовская Аравия. Очень странная она, потому что буквально неделю назад ни с того ни с сего сменили руководители этой компании, сменили министра энергетики Саудовской Аравии. Может быть, потребовался тот, кто готов был идти на какие-то более проактивные и агрессивные действия. И это, друзья, к тому, что очень скоро Саудиорамка должна выйти на IPO, то есть размещение своих акций. И вот когда скоро, я думаю, что это возможно даже ноябрь, если ссылаться на источники вроде бы как близкие с этой ситуацией. И, соответственно, вы должны прекрасно понимать, что IPO будет тем успешнее, чем более высокие котировки в данный момент будут на финансовых рынках касательно стоимости черного золота. И вот сейчас ситуация складывается как нельзя. Лучше для IPO в Саудиорамка. Ну ладно, будем следить за развитием событий. Давайте дальше. У нас не только нефть является активом, который интересен на этой неделе. Впереди у нас заседание американского регулятора. Мы ждем снижения процентной ставки. Мы ждем, что доллар иена в связи с этим пойдет вниз. Сейчас, кстати, 107,80 котировки. При этом лоу был 107,44. Опять же, вследствие инцидента на Ближнем Востоке и повышенного спроса на защитные активы. Заседание ФРС состоится в среду. Также пресс-конференция пройдет. Важно понять не только то, как ФРС готов действовать в моменте, но и что он будет предпринимать дальше в плане смягчения экономической политики. Я думаю, что какое решение мы бы в эту среду не увидели, все равно последует критика Трампа в адрес американского регулятора и лично Джерома Паула, потому что Трамп уже неоднократно высказывался в пользу того, что ставку нужно снижать минимум на 100 базисных пунктов. Поэтому я от доллара и иены жду в рамках этой недели снижения, друзья. И, в принципе, надеюсь, вы со мной согласитесь, потому что новостной фон сейчас так складывается. Евро против доллара 1.10.72. Текущая неделя позволяет нам еще раз проверить, есть ли шансы для дальнейшего снижения главного валютного риска после пакета экономических стимулов, обозначенных на прошлой неделе. Это и снижение ставки на 10 базисных пунктов, это и перезапуск программы количественного смягчения, это новые дешевые кредиты в рамках долгосрочного рефинансирования ТЛТРО. Все это должно было обвалить курс евро в моменте. Действительно, это случилось, но евро очень быстро отыгрался позицией и вышел в лидеры роста, в принципе, достигнув локального недельного хайла. Очень важно понять, друзья, готовы ли продавцы сейчас все-таки топить курс евро с учетом уже обозначенных стимулов. Если на этой неделе мы в этом не убедимся, тогда, возможно, уже через неделю будем рассматривать евро с точки зрения покупок. Фунт против доллара важный сегодня день, потому что Джонсон проведет встречу с главой Еврокомиссии Юнкером, будут обсуждать Брэйзит. Напоминаю, друзья, что до конца октября, ну крайний срок, 31 октября, Англия должна выйти из состава Европейского Союза, несмотря на то, что законодатели приняли закон, вследствие которого Джонсон должен будет просить о переносе сроков Брэйзита до января 2020 года. Мы знаем, несмотря на эту позицию Джонсона, который настаивает на том, что Англия должна выйти 31 октября, и он готов для этого даже нарушить закон, несмотря на обязательства, возложенные на него, не попросить ЕС об отсрочке Брэйзита. Следим за этим. Я вижу большой политический риск, поэтому вот рука у меня не поднимается сейчас открытие длинной позиции. Доллар канадец 1.32.31. В среду данные по инфляции, индекс потребительских цен по прогнозам снизится. Это возможность притопить позиции канадца. Хорошо, что канадский доллар сегодня не укрепился вследствие роста цен на нефть. Австралийс против доллара 0.68.72. Сейчас хорошие условия для продаж, потому что несколько часов назад вышли данные по Китаю. Удручающая статистика. Худший показатель по промышленному производству за последние 17 лет. Китай основной рынок сбыта для австралийского сырья. При ухудшении экономических перспектив Китая, и, разумеется, мы говорим о новых стимулах со стороны Резервного банка Австралии. На этой неделе завтра протоколы. В четверг рынок труда тоже как статистика и новостной фонд, который должен поддержать короткую позицию по австралийцу. И золото, друзья, я надеюсь, вы в длинных позициях. Мы будем отыгрывать Ближний Восток. Мы будем отыгрывать потенциальную слабость доллара. И ждем по золоту снова цель 1550 долларов за тройскую омсу. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.